Привет, Кавер Проджект! Меня зовут Олеся Ситникова, я архитектор и представляю архитектурное бюро «Архпредмет». Сегодня я покажу вам наш проект в подмосковном поселке Березки площадью 800 квадратных метров. Когда мы познакомились с заказчицей, первое ее пожелание было о том, чтобы проект был монохром. Это не первый дом, который она строит, и, соответственно, по предыдущему опыту в какой-то момент цвета начинали ее раздражать. Поэтому мы остановились на сером и черном. Это достаточно редкое пожелание. Сейчас посмотрим, что из этого получилось. Монохромный интерьер не значит скучный интерьер, хотя цвет – это один из главных декораторских приемов любого архитектора и дизайнера. В нашем случае он ушел на второй план для того, чтобы мы могли выявить форму и текстуры. В качестве акцента мы взяли охру, которая у нас появляется в мебели, на полных покрытиях. Это в зонах спальни мы использовали копченый дуб. И в виде небольших акцентов – это люстра, например, флосс, светильник, белт. Он тоже выполнен в теплом оттенке кожи. В данном проекте я занималась не только интерьерами. То есть был большой блок по реконструкции фасадов. Дома в поселке спроектированы швейцарским архитектором Данилом Шиндлером. Когда мы первоначально попали в поселок, картина показалась довольно-таки унылой, потому как фасады здания были покрашены в грязно-желтый оттенок и выполнены в достаточно примитивной штукатурке. В данном проекте на фасаде мы использовали клинкерный кирпич глубокого серого оттенка, фактурный и работает в сочетании с широкоформатным керамогранитом. Помимо этого мы использовали термодерево в входной группе. Это вертикальные ламели, которые придают динамику в входной группе. Кирпич для проекта мы заказывали у компании Архитайл. Мы сотрудничаем с Архитайл уже многие годы, потому что у нее самый широкий и интересный ассортимент кирпича из Европы и России. Это клинкер, произведенный в Германии, обладает низким водопоглощением, высокой прочностью и морозостойкостью. Органический характер поверхности и богатство колорита клинкера выглядит особенно привлекательно. Моё любимое место в доме – это, конечно же, зона гостиной. Из-за видовых характеристик и невероятной высоты потолка – 5 метров, которые дают объем, воздух, свет естественный в разное время суток. Поэтому, конечно, это пространство производит впечатление. Одной из задач проекта было найти решение по техническому освещению. То есть сразу было категорически решено и мной, и заказчицей, что мы отказываемся от стандартных точечных светильников. В конечном итоге это оказались световые ленты, узкие, которые разрезают пространство, задают динамику. Данное решение, естественно, было поддержано светотехническим расчетом. Мы довольно-таки плотно работали со специалистами по техническому свету. И количество световых лент, оно рассчитано, исходя из объема помещений, высоты потолков, найдена нужная высота. Плюс ко всему мы ввели диммирование, соответственно, в зависимости от степени освещения естественного в данной зоне. То есть можно настраивать и технический свет. Продолжая тему гостиной, хотелось бы отметить гордость нашего проекта. Это камин, который является вертикальной доминантой и собирает пространство и предметы вокруг себя. Первоначальной идеей был образ авокадо, половинки авокадо, в центре которой, собственно говоря, хотелось бы, чтобы горело пламя. Далее поднимаются вертикальные цепочки с градиентом. И, собственно говоря, это является продолжением оконных конструкций, то есть и завершением. Было огромное количество эскизов, прежде чем мы остановились на финальной форме. Также большое количество времени отняла реализация, потому как первоначальная идея была просто собрать цепочки в круг и опустить их вниз. Но когда мы сделали прототип, поняли, что это не работает. И решили сделать это по принципу женской юбки, то есть собрать цепочки в складки наверху. И когда, собственно говоря, сделали прототип, то поняли, что это работает, появился объем и волшебство. Ну, то есть то, чего не хватало раньше. Нижняя часть камина достаточно плоская, поэтому одной из задач здесь технически сложной была реализация зольника. В зоне гостиной мы поставили диван «Бакстер». На мой взгляд, он очень хорошо вписывается сюда из-за своей формы и формы непосредственно гостиной. Мебели, в принципе, немного. Помимо дивана у нас есть лаунч-кресло от Менотти, столики также от фирмы «Бакстер» и столовые от компании «Полифорум». Дом состоит из нескольких уровней. На нулевой отметке у нас расположены холл с гостевым санузлом, кухня, столовая и гостиная. Со стороны гостиной есть выход на террасу, со стороны кухни у нас также открытая терраса со столом для завтрака. На этом же уровне есть две гостевые спальни небольшие и гараж. Далее мы спускаемся по лестнице на отметку минус полтора метра, где расположены две спальни, одна из которых – мастер-блок с гардеробной спальней и ванной комнатой. Из каждой спальни мы можем выйти на лужайку. На цокольном этаже расположены общие зоны. Это спортзал, бильярдный и кинотеатр. Также у нас есть помещение постирочный и костевой санузел. Кухня и столовая собраны по принципу минимализма. Мы сразу приняли решение, что отказываемся от верхних полок. То есть у нас остров и барная стойка. Плюс ко всему вся техника спрятана в колонны для того, чтобы убрать визуальный шум и ничего не отвлекало от основного объема. Обеденный стол смотрится легко из-за стеклянной столешницы с отражающим эффектом. Когда мы выбирали непосредственно данный предмет, я не предполагала, что в нем отразится окно и жалюзи, и он совершенно растворится в пространстве и, конечно, будет также работать на архитектуру. Также хотелось бы отметить, в данном проекте из-за высоты потолка мы сразу отказались от текстиля, потому как это огромный объем тканей. И, конечно, не хотелось бы, чтобы он как-то отвлекал от непосредственно архитектуры гостиной. Поэтому нашли решение. Это жалюзи. Они на электроуправлении. Но для того, чтобы уйти от офисного пространства, жалюзи были выбраны достаточно широкие. Это 7 сантиметров. И плюс ко всему я добавила вертикальные элементы в текстиле. Конечно, когда выходит солнце, то это невообразимая игра света и тени. Интерьер совершенно не кажется холодным, несмотря на то, что вроде бы это жалюзи. Мастер-блок выполнен также в минимализме. Соответственно, исходя из этих принципов, подбиралась и мебель. Кровать от фирмы Бакстер. Комод и прикроватные столики полиформ. Достаточно лаконичные в черном ясене. Также хотелось бы отметить кушетку от компании Bassam Palace. Bassam Palace – бренд, известный своим исключительным мастерством, самобытным творчеством и стилем. Концепция бренда сочетает архитектурную строгость с атмосферой ручного труда. Кушетка из цельного массива дерева с регулируемым подъемным механизмом спинки в сочетании с мягчайшими подушками, каждая из которых шита вручную и набита натуральным хохом. Данный предмет подходит для использования в интерьерах и экстерьерах. Мастер ванна выполнена в мраморе от компании Salvatore. Рельефная стена, на которой повешена тумба. И очень хотелось бы отметить технический свет, который у нас переходит со стены на потолок и создает тоже динамику в пространстве и как работает, как тоже такой архитектурный элемент. Заказчики – семейная пара. У них есть взрослая дочь и двое внуков. У нас сразу сложились довольно-таки доверительные отношения. Плюс ко всему, это не первый ремонт, поэтому решения принимались быстро, то есть они знали, чего хотели и, безусловно, доверяли моему мнению, то есть и вкусу. Несмотря на то, что интерьер строгий и лаконичный, выполненного в стилистике минимализма, он совсем не кажется скучным и холодным, потому как разнообразие форм, текстур и игра света тени. Одной задач проекта было выявить первоначальный замысел архитектора. И мне кажется, мы с этой задачей справились. В какой-то момент мне проект даже начал ассоциироваться с фильмом про девушку, которая в конце кардинально преображается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин